Это 24КЗ. Мы работаем в прямом эфире. И сейчас вернемся к ранее анонсированному материалу. Казахстан готов увеличить количество грантов для монгольских студентов. Такое заявление Касымжумар Тукаев сделал в рамках своего первого государственного визита в Монголию. Стороны подписали 11 соглашений. Это увеличение совместного товарооборота до 500 миллионов долларов США, обмен технологиями по переработке кожи и шерсти. Кроме того, Казахстан построит завод по производству вакцины для животных против ящера. Как встречали Касымжумар Тукаева в самой холодной столице мира, расскажет Айгуля Монтаева. Стилизованные под Средневековье костюмы красно-синего цвета, начищенные до блеска духовые трубы, почетный караул Монголии развернул в центре Уламбатора эпоху Чингисхана. Поводом стала встреча казахстанского президента. Это первый государственный визит Касымжумар Тукаева в Монголию с начала карьеры на посту главы государства. Колорит добавила и конная гвардия. Бодрая стойка, несмотря на ноль по Цельсию, все всадники на лошадях знаменитой монгольской породы, низкорослых и очень выносливых. На таких скакунах кочевники завоевали полмира. Касымжумар Тукаев и Ухнаген Хурлсух поднимаются по лестнице. Интересный факт. Количество ступеней 65 – это даты жизни Чингисхана, исторического правителя Монголии. Переговоры с глазу на глаз тоже как экспозиция из начала 13 века. Монгольский президент пригласил коллегу в юрту, украшенную камнями и золотом. Жилище намадов хорошо знакомо обоим лидерам. Монголы, как и казахи, наследники кочевой цивилизации. Выступая перед коллегой, Касымжумар Тукаев отметил, что придает особое значение своему первому визиту в Монголию. Это большая честь для меня и для всех членов делегации. Сегодня мы подпишем важные двусторонние документы, в том числе совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Убежден, что данный шаг будет способствовать активизации сотрудничества на всех уровнях и откроет широкие перспективы во благо развития двух народов. Казахстан сегодня стал первым из стран Центральной Азии стратегическим партнером Монголии. Стоит отметить, встреча на высшем уровне случилась спустя 16 лет. Наша страна рассматривает ваш визит как основу для определения перспектив и направлений двустороннего сотрудничества на ближайшее время. Ваш визит имеет особое значение, поскольку выводит отношения двух стран на совершенно новый уровень, а именно на уровень стратегического партнерства. На переговорах с участием делегации лидеры говорили о развитии торговли. Пока объем товарооборота между Казахстаном и Монголией всего 133 миллиона долларов. Преимущественно экспорт предложения Космошмарта Тукаева довести цифры до 500 миллионов долларов. Потенциал достаточный. Монгольские кашемиры и кожаные изделия известны своим качеством. Страны договорились обмениваться технологиями обработки кожи и шерсти. Меморандум о сотрудничестве перерабатывающей промышленности, в целом переработке шкуры и шерсти. Здесь большой опыт в монгольской стороне есть, поэтому мы должны обменяться опытом. Мы посещаем заводы перерабатывающие, смотрим. Завод по производству вакцины для животных против ящура, а другое соглашение между странами. Фарм предприятия построит в Монголии еще одно важное направление, которое предлагает Казахстан сотрудничество в сфере цифровизации. Монголия активно развивает свою цифровизацию, в частности продукты электронного правительства, искусственного интеллекта, космической сферы. И мы видим, что здесь есть точки соприкосновения. Мы посетили в рамках нашего визита такие компании, как ICT Group. Это крупная экосистема в сфере цифровизации. Я считаю, что мы найдем хорошие точки соприкосновения между нашими странами. Что касается культурно-гуманитарных связей, Казахстан готов увеличить количество грантов для монгольских студентов. Серьезное внимание лидеры договорились уделять общему историческому наследию. Интерес с обратной стороны имеется. Монголы приняли активное участие в прошедших в Астане всемирных играх кочевников и получили личную благодарность Касымжмарта Тукаева. Новая договоренность развития алтайского туристического кластера с Монголией и создания совместных туристических маршрутов. Казахские и монгольские народы – наследники цивилизации Великой Степи. Вывод наших отношений на новый уровень стратегического партнерства отвечает интересам двух стран. В Казахстане с большим уважением относятся к монгольскому народу и всегда радуются достижениям вашей страны. Казахстанские туроператоры готовы познакомить монгольских туристов с древним городом Туркестана, где расположен мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и областью Улутау, где находится мавзолей Джучхи Хана, старшего сына Чингисхана. Еще один символизм встречи двух лидеров. Переговоры совпали с восьмистолетием Улуса Джуччи, занимающего особое место в истории Казахстана. Касымшмар Тукаев назвал Монголию важным соседом в регионе, выступая перед прессой. Казахско-монгольские отношения в последние годы развиваются динамично. Новый импульс сотрудничеству и дружбе между странами придаст совместная декларация об установлении стратегического партнерства. Задел сделан также в сфере горной индустрии и развитии транспортных коридоров. Как известно, наши страны обладают значительными природными ресурсами. Мы будем вместе работать над разведкой и разработкой месторождений железа, фосфатов, бокситов и редких полезных ископаемых. Бизнесмены Казахстана готовы изучить потенциал горнодобывающей отрасли Монголии. В ходе переговоров были затронуты вопросы транспорта и логистики. Одна из важнейших задач – повышение конкурентоспособности международных коридоров. Для этого необходимо улучшить транспортное сообщение между нашими государствами и с третьими странами. Это будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок через территорию наших государств. Важно эффективно использовать транскаспийский маршрут и коридор север-юг. Для братских стран, которые с древних времен связаны прочными узами истории, культуры и духовного наследия, этот визит имеет историческое значение, заявил президент Монголии журналистом. Наши официальные переговоры прошли успешно в теплой и деловой атмосфере. Мы подытожили наши достижения за последние 30 лет. Продуктивно обменялись мнениями об обогащении сотрудничества новым содержанием и расширении его во всех областях в предстоящий период. Мы совместно определили перспективы, приоритеты и дорожные карты нашего взаимодействия. Другое знаменательное событие. Накануне в Улан-Баторе состоялось первое заседание Делового совета предпринимателей. Чтобы коммерческие соглашения скорее начали приносить выгоду, лидеры договорились обеспечить благоприятные условия для бизнесменов двух стран. Айгуля Монтаева, Айдос Медельбеков, Дельмурат Сидаханов. При содействии телерадиокомплекса президента Монголия. Улан-Батор, 24 КЗ.